Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измертое, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей, о Матери, святых честного, житворящего Креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, як во благо Иси из человека любит. Аминь. Божья милость, будь мне грешному, создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. За молитву святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради Боже, очисти меня грешного, яко не кори же благое сотворив пред тобою Но избави меня от лукавы, да будет мне воля твоя Да неосужденно отверзу уста мои недостойные Восхвалю имя твое святое, отца и сына и святаго духа Ныне и присно и во веки веков, аминь Царю небесный утешителю души истинные, и живи здесь и вся исполняя Сокровища благих и жизни подателю Приди вселися вны и очисти меня от всяких скверны И спаси блаже души наши Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь Пресвятая Троица, помилуй нас Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наше Святые посети и сили немощи наше имени Твоего ради Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь Отче наш, иже, если на небесе, да светится имя Твое Да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле Хлеб наш насущный дашь нам днесь И остави нам долги наши, як же и мы оставляем ложняком нашим И не введи нас во искушение, но избави нас от лука вагом Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки, аминь Оставши от сна, припадаемте блаже И ангельскую песню пьемте сильной Свят, свят, святоси Божия, Богородицу и помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Отодрая сна, воздвиг мне Си Господи ум и просвечи сердце У с неба и отверзи Воя же песня, святая Троица Свят, свят, святоси Божия, Богородицу и помилуй нас И ныне и присно и во веки веков, аминь Внезапно судья приидет, и к его же деяния обнажаться Но страхом зовем полунощи Свят, свят, святоси Божия, Богородицу и помилуй нас Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй От сна восстал, благодарю Тебя, Всесвятая Троица А ко мне гирает Твоя благость и долготерпение Не прогневался на меня ленивый и грешный Не погубил меня с обеззаконием моими Но человек олюбствовал, если обычный в нищане Лежащий говозигный, если воежу утренний Славословит и державу Твою И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные Отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим И разумейте заповеди Твоя И творите волю Твою И печетя во исповедание сердечным И воспевайте все святое имя Твое Отца и Сыны и Святаго Духа Ныне и присно и во веки веков Аминь Приидите поклонимся Цареве нашему Богу Приидите поклонимся Христу Цареве Богу нашему Приидите поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему 134 Псалом Аллилуйя Хвалите имя Господне Хвалите рабы Господне Стоящие в доме Господне Во дворах дому Бога нашего Хвалите Господа Ибо Господь благ Пойте имени Его Ибо это сладостно Ибо Господь избрал себе Иакова Израиля в собственность свою Я познал, что велик Господь И Господь наше превыше всех богов Господь творит все, что хочет На небесах и на земле На морях и во всех безднах Возводит облака от края земли Творит молнии при дожде Изводит ветер из хранилища своих Он поразил первенцев Египта От человека до скота Послал знамения и чудеса Среди тебя, Египет На фараона И на всех рабов его Поразил народы многие И истребил царей сильных Сигона, царя Амарейского Иога, царя Вассанского И все царства ханаанские И отдал землю их в наследие В наследие Израилю Народу своему Господи, имя Твоего век Господи, память о Тебе в рот и рот Ибо Господь будет царить народ свой И над рабами своими умилосердится Идолы язычников Серебро и золото Дело рук человеческих Есть у них уста Но не говорят Есть у них глаза Но не видят Есть у них уши Но не слышат И нет дыхания в устах их Подобными будут делающие их И всякий, кто надеется на них Дом Израилев Благословите Господа Дом Ааронов Благословите Господа Дом Ливиин Благословите Господа Боящийся Господа Благословите Господа Благословен Господь Отсиона Живущий в Иерусалиме Аллилуйя Аллилуйя Славьте Господа Ибо Он благ Ибо вовек милость Его Славьте Бога богов Ибо вовек милость Его Славьте Господа господствующих Ибо вовек милость Его Того, который один творит чудеса великие Ибо вовек милость Его Который сотворил небеса премудра Ибо вовек милость Его Утвердил землю на водах Ибо вовек милость Его Соотворил светилы великие Ибо вовек милость Его Солнце для управления днем Ибо вовек милость Его Луну и звезды Для управления ночью Ибо вовек милость Его Поразил Египет в первенцах Его Ибо вовек милость Его И выявил Израиля из следы Его Ибо вовек милость Его Рукою крепкую И мышцую простертую Ибо вовек милость Его Разделил черное море Ибо вовек милость Его И провел Израиля посреди Его Ибо вовек милость Его И не зверг фараона И войск Его В море черное Ибо вовек милость Его Провел народ свой Через пустыню Ибо вовек милость Его Поразил царей великих Ибо вовек милость его, и убил царей сильных Ибо вовек милость его, сигона царя Амарейского Ибо вовек милость его, и лога царя Вассанского Ибо вовек милость его, и отдал землю их наследие Ибо вовек милость его, наследие Израилю, рабу своему Ибо вовек милость его. Вспомнил нас унижения нашим, Ибо вовек милость его. И избавил нас от врагов наших, Ибо вовек милость его. Дает пищу всякой плоти, Ибо вовек милость его. Славьте Бога небес, Ибо вовек милость его. При реках Вавилона, При реках Вавилона Там сидели мы и плакали Когда вспоминали о Сеоне На вербах посреди его Повесили мы наши арфы Там пленившие нас требовали от нас слов песней И притеснители наши веселья Пропойте нам из песней сионских Как нам петь петь Господню на земле чужой Если я забуду тебя Иерусалим Забудь меня десница моя Прилип мне язык мой гортани моей Если не буду помнить тебя Если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего Припомни Господи сынам Идолмовым День Иерусалима Когда они говорили Разрушайте, разрушайте до основания его Дочь Вавилона, опустошительница Блажен кто воздаст тебя за то, что ты сделала нам Блажен кто возьмет и разомьет младенцев твоих А камень Слава отцу и сыну и святому духу И ныне и присно и во веки веков Аминь Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Божия Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Божия Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Божия Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Слава отцу и сыну и святому духу И ныне и присно и во веки веков Аминь Многомилостивый и всемилостивый Бог мой И Господь Иисус Христос По своей многой любви сошел на землю И воплотился, чтобы спасти всех И снова, Спаситель Спаси меня благодатью Твоею Молю тебе Ибо если по дела спасешь меня То ты не будешь благодатью и даром Но более делом Ей многие щедротов И неизречены в милости Ибо ты сказал Что верующий в меня Жив будет И не увидит смерть во веки Итак Если вера в тебя Спасает отчаявшихся То верую Спаси меня Ибо ты Бог мой и Создатель Вера же Вместо дел Да вмениться мне, Боже мой Потому что совершенно не найти Дело правдущих в меня Но это вера Да будет превыше всего Да ответит за меня Да оправдает меня Да явит причастником Слава Твоей вечной И да не похитит меня Сатана И не похвалится Слово Что отторг меня Твоих руки оградой Ну или хочу Спаси меня Или не хочу Христос мой Спаситель Поспеши скорее Скорее Погиб я Ибо ты Бог мой Очерил матери моей Сподоби меня Господи Возлюбить тебя Теперь так же Как возлюбил я Казать свой тайный грех И чтобы снова Потрудиться для тебя Без лени Усердно Как прежде потрудился Сатане Плещающему Особенно же Потруджусь для тебя Господа и Бога Моя Иисуса Христа Во все дни жизни Ныне всегда В веки веков Аминь Аминь Святой Ангел Поставь мне хранить Мою бедную душу И несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступи от меня За невоздержание мое Не дай возможности Злому демону Починить мне Себе преобладание Утосмертного тела Возьми крепко Несчастную И опустившуюся Руку мою И выведи меня На путь спасения О святой Ангел Божий Хранитель и покровитель Бедному в душе и тело Прости мне все Чем я скорбил тебя Во все дни моей жизни И если я чем согрешил Прошедшую ночь Защити меня Настоящий день И сохрани меня От всякого искушения Вражеского Чтобы мне Не пронять Бога Никаким грехом И молись за меня Господу Чтобы он Утвердил меня В страхе своем И сделал меня рабом Достойно своей милости Аминь Аминь Пресвятая Владычица Моя Богородица Своими святыми И всесильными молитвами Отгони от меня Смиренного И несчастного Раба Твоего Уныние Забвение Неразумие Нерадение Удалицы скверные Лукавые И хуйные помыслы Из закаянного моего сердца И помраченного ума моего И погаси плавимые страстей Ибо я убог И несчастен Избавь меня От мегепагубных Воспоминаний И помыслов И освободи меня От всяких злодеяний Ибо Тебя Благословляют все роды И причистое имя Твое Славится Во веки вечное Аминь Аминь Молите Бога О нас Святые угодники Божие Игнатия Владимир Надежда Ибо мы усердно К вам прибегаем Скорым помощником Молитиком О душах Наших Богородица Дева Радуйся Обрадана Мария Господь с Тобою Благословена Ты в женах И благословен Плод Чрева Твоего Яко родилась И Христа Спаса Избавителя Душам Нашим Непобедимая Божественная Сила Честного Житворящего Креста Господний Не остави Нас грешных Уповающих На Тебя Спаси Господи Люди Твоя И благослови Достояния Твое Победа Насопротивная Дар И Твое Сохраняя Крестом Твоим Жительством Спаси Господи Помилуй Отца Моего Духовного Родителей Сродников Благодетель Митрополита Илариона Епископа Ивтихи Вениамина Агафангела Диамида Тихона Антония Священная Рея Акима Павла Геннадия Сергия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Амросия Вадим И Зосим Алипия Андрея Максима Владимира И Глебу Не дай погибнуть Дьякон Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Венедикта Франциска Корнеев Александра Деодора Митрополита Тихона И весь Священнический Иноческий Чин И высшие Истинные Служители Миссионеры Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам Дай еще Священник Если угодно Тебе Господи Смири Власти Воинства Их Наведи Страх Твой На них И через них Сотвори Благое Церкви Твоей Умудри их Издавать Добрые Законы Дабы Дали Достойно Жить Людям Дабы Было Еще Уделять Нуждающимся И Сохранить От покушения На них Владимира Дмитрия Дональда Рамзана Владимира Александра Эрдогена И Амана И дару Мира Израилю России Украине Сирии Где война Идет И научи Насценить Это мирное Время Слава Тебе Господи За тихую Мирную Ночь Что жизнь Нашу Продлил И разум Сохранил Дай На желание Трудиться Обнаружить И умножить Все наши Таланты Дарованное Тобою Из-за всего Пошли нам Добрых Помощников Наставников Советников И сохрани Всей день От всякого Рода Зла И греха И искушения Непосильных Защити Жилища Наше И селение От пожара От воров От нечистой силы Живущих Там Андрея Игоря Игоря Серафима Владимира Брати Болящую Людмилу Любовь Владимира Алексея Иосифа Прещи добрые Жители С детьми И сохрани Школу Спаси И помилуй Татьяну Наталью Игоря Марину Никиту Щадо Их Виктора Сергея Севастьяна Людмилу Нину Алиптину Поведи всех На проповедь Благовестия Спасибо И помилуй Надежду Валентину На угрозы Надежду Надежду Эдуарда Юрия Благослови Путешествующих Раису Льва Виктора Возврати Их Жилища Если угодно И все Наше родство Найди Вдохи Валентину Ирину Татьяну Марку Нину Ольгу Елену Марию Татьяну И отступников Найди Дай им Страх Твой Святой Михаила Николая Александра Юлия Максима Благослови От пьянства Избавив Павла Михаила Андрея Владимира Александра Игоря Посети Болящих Дай силу Перенести Страдания Пошли им Здравия Илариона Кирилла Алексея Игоря Надежду Валентину Валентину Нину Алифтину Марию Александру Татьяну Татьяну Благодарю Тебя Господь За здоровье И за болезни За друзей И за врагов Ибо По Твоему Благоволению Все это Может оказаться На пользу Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Господи Боже Слава Слава На земле На земле Не согрешил Прости Прости Всякое Согрешение Вольное Невольное Душам Нашим Полезное Сотвори Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешного Слава Тебя Наш Бог Иегов Авва Отче Свят 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 Господь Сава Вся Земля Полна Слава Ивалилуя Слава Вышний Богу На земле Мир В человеках Благоволение Благодарю Тебя Господь За тот День Который Дал Мне Веру В Тебя Страх Пред Тобой И ожидание Суда Божия Благодарю За тот День Который Дал Мне Святую Библию Указал На толкование Святых Отцов Как на Истину Аллилуйя Пресвятая Госпожа Богородица Присно Дева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами Своими Господи Воздай Добром Всем Помогавшим Нам в путешествие Благослови Виталия Николая Павла Зинаиду Владимира Дмитрия Сергея Хвала Тебя Наш Иисус Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога О мне Грешном Благодарю Тебя Мой Ангел Сколько Лет Ты Хранил Защищая От Видимых И Невидимых Опасностей В этой ночи Прошу Тебя Не покинь Смертный Час Когда Душа Будет Разрушаться От Тела Проведи Душу Мы Помытарством И Веди Навеки Вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Романа Избавь Духа Лжи Благословение Никиты Виталия Дару Ему Желание Трудиться В поте Лица Дабы Было Из чего Уделять Нуждающимся Ян Креститель Претеща Христов Моли Бога О нас Научи Нас Господи Жить И в Бедности Имея Пропитание Одежду Быть Благочестивым И довольным Никогда Не роптать Никому Не завидовать Быть Во всем Экономным И видеть Нуждающийся В нашей Помощи Помогать Им Слава Тебя Святитель Христов Никола Мерликийский Чудотворец Моли Бога О нас Молите Бога Нас Святые Пророки Божии Илья Иисей Инох Моисей Самуил Аарон Иоавель Но Иосиф Патриархи Ездрани Емя Амос Наум Исайя Иеремия Варух Изеки Иосия Иаиль Агей Сапония Захария Малахия Давид Нафан Данил Отрок И пророк Михей Авраам Исаак Иаков Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою Дабы день Прихода Того нашего Отшествия Не застал Нас Неготовыми Но Чтобы Вышли На встречу Тебе С горящими Светильниками Истинной Веры И сосудами Полными Илея Добрых дел Соделанных Духи Святом С любовью Аллилуйя Молите Бога Анас Святые Ангелы Архангелы Херувим И Серафим И все Небесные Силы Престолы Божьи Предстоящие Святые Апостолы Петр И Павел Евангелисты Матфей Марк Лука И Иоанн Молите Бога Анас Святые Мужченики Мужченицы Игнатий Богоносец Поликарм Свинский Устин Философ Космай Дамьян Мужчеников Царь Николай Святое Царское Семейство Владимир Иосиф Борис И Глеб Да укрепит Господь Народ Свой Дабы Никто Не принял Очертания Зверя Антихриста Монфим Вениамин И да и веру Усташи Родителей За такое Воспитание Молите Бога На Святые Отцы Василий Великий Григорий Богослов Иоанн Златоусов Афанас Великий И прем Сирин Антоний Макарий Макарий Антоний Феодосий Корнили Ио Сергий Радонский Степан Пермский Серафим Саровский Ян Тобольский Анкронштадтский Аншанхайский Кирилл Мефодий Иннокентий Николай Макарий Алтайский Филарет И все Перевозчики Священного Писания Молите Бога О нас Да укрепит Нас Господь И сохранит В святой Православной Вере Азамас Серетьяков Фёкла Первомущенцев Атина Самаренина Феврония Вера Надежда Любовь Матерь Софии Наталья Адриан Варвара Екатерина Перепетой Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалина Мария Египетская Прискила Акила Андроник Юни Киприана Устина Да дарует Господь Послушание Молчание Соломудрие И стыдливость И сохрани их От всяческого Поругания Исправ не покорилась Галина Семейства И Евгения Надежды Людмила И Анна И прими Господи Нашу молитву Воздияния рук Как жертву вечернюю Благоухания Приятной Перед престолом Благодати Твоей Владыка Неба и Земли И соедини Нашу молитву С молитвами Всех святых Молящихся Тебе на небе И на земле О всемогущие Всевышний Господь Услыши И исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам Любящий Наш Отец Небесный Ради Голговских Страданий Сына Твоего Господа И Бога Нашего Иисуса Христа Ради Пролитой Крови Его Святой Услыши Нашу Молитву О всех Заповедавших Нам Молиться О них Спаси Их Господи И помилуй Аллилуйя Говори Оллилуйя 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 Аминь Доброе утро Всем Аминь Доброе утро Аминь Доброе утро Аминь Доброе утро Доброе утро И каждый раз Походи и смотри Не так, что включила чайник, а то что? Включила чайник, смотри как Включил чайник и отходили на чайник Включила чайник Я отпускаю кошек. Вот он, первый. Вот она, вторая. Вот она, третья. Где эта бабушка? Эта вернулась куда-то. Голубоглаза подошла и туда вниз посмотрела, а я побежала. Когда я открыл? Стой. Хорошая, хорошая. Паля, паля. Голубоглазая. Голубоглаз. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ты где-то далеко, плохо слышно. Микрофон рядом делай, чтоб громко было. Пошли жалобы такие, что ничего, говорит, не слышно. Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 26. Вопрос 3868. «Революция не в один же день пришла, а что-то все же показывала на признаке ее пришествия. Видели ли это поэты прошлых веков?» отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Что-то видели, но почти все думали, что на замену старого режима придет новый, намного лучший. А теперь мы уж можем им подсказать, что заря они старались для разрушения старого, не ведая, что стоит для них новая власть. В России не было и евангельской веры, потому и люди шли как бы ощупью. Образование шло от этих писателей и поэтов. И чему могли научить те, кто не имел рождения свыше, не был рожден от Слова Божия. Анненский. Поступив в гимназию, мальчик увлекся древними языками, потом греческой мифологией, греческой и римской историей и литературой. Античный мир обладал для него особым очарованием, и он скоро ушел в него с головой. Серьезный, хотя и лежащий на поверхности причиной, мемуаристы называют бытовые проблемы. Он рано женился на вдове, вдвое его старше с двумя детьми. С другой стороны, та же Т.А. Богданович отметила такие личные черты поэта, как развитие до щепетильности самолюбия самолюбия в сочетании... как развитое до щепетильности самолюбия в сочетании... Отмечала такие личные черты поэта... Т.А. Богданович отмечала, не отметила, отмечала... С другой стороны, та же Т.А. Богданович отмечала такие личные черты поэта, как развитие до щепетильности самолюбия в сочетании с чрезвычайной скромностью при полном отсутствии честолюбия. И все еще питала надежды в пять лет довести до конца... И все еще питаю надежды в пять лет довести до конца свой полный перевод и художественный анализ Еврипида, первый на русском языке, чтобы заработать себе одну строчку в истории русской литературы. В этом все мои мечты. Я твердо держался глубоко запавших в мне душу слов моего брата Николая Федоровича. До тридцати лет не печататься и довольствоваться тем, что знакомые девицы переписывали мои стихи и даже, ну как тут было не сделаться феминистом, учили эту чепуху наизусть. После университета стишонки опять прокинулись. Слава Богу, только они не были напечатаны. А Ненский утверждал, стих не есть создание поэта, он даже, если хотите, не принадлежит поэту. Он ничей, потому что он никому и ничему не служит, потому что исконно по самой воздушности своей природы стих свободен и потому еще, что он есть никому не принадлежащая и всеми созидаемая мысль. Мэтр Брюсов откликнулся вежливо снисходительным одобрением начинающему поэту. Два года спустя молодой Блок, отметив печать хрупкой тонкости и настоящего чутья, на ряде стихов зафиксировал и, цитата, наивное безвкусие и, цитата, декадентские излишества, а также, цитата, незрачный эпиграф и сомнительный псевдоним. Поэт скончался от сердечного приступа на Царско-сельском вокзале 30 ноября 1909 года. Он трагичен, как жертва исторической судьбы. А Пухтин Алексей Николаевич после 1862 года отошел от литературной деятельности, мотивируя это желанием остаться вне политической борьбы, в стороне от каких-либо литературных или политических партий. Он уехал в провинцию, служил в Орловской губернии чиновником особых поручений при губернаторе. Используя все традиции любовного цыганского романса, он внес в этот жанр много собственного художественного темперамента. Многие романсы были положены на музыку по Чайковским и другими известными композиторами. Забыть так скоро, день ли царит, ночи безумные и другие. Прозу Апухтина высоко оценивал М.А. Булгаков. Бальмант Константин Дмитриевич написал 35 книг стихов. 20 книг прозы. Его переводы составляют более 10 тысяч напечатанных страниц. Среди них поэты разных стран. Испанские песни, словацкий и грузинский эпос, югославская, болгарская, литовская поэзия, а также стихотворения поэтов Мексики, Полинезии, Японии и Индии. Этот список бесконечен. Бальмант и в переводческой деятельности, как и в поэзии, был ненасытен и всеохватен. Среди написанного им есть художественная и автобиографическая проза, мемуары, филологические трактаты, историко-литературные исследования и критические эссе, а также записные книжки и многочисленные письма. В 1910 году поэт заявил, что через полвека будет издано собрание его сочинений в 93 томах или выше. Это предсказание не сбылось, как не сбыллись и многие другие пророчества, к которым экзальтированный автор был весьма склонен. Кэп Баймант вообще любил мистификацию, необычные поступки, нарочито пренебрегал условностями, что провоцировало появление многочисленных сплетен, анекдотов, таинственных историй. Театральность и эпатаж часто служили ему дурную службу. Достаточно вспомнить строки «Я ненавижу человечество» или «Хочу я зноя атласной груди, хочу одежды с тебя сорвать». Однако крупнейший исследователь творчества поэта Владимир Орлов считает, что все это было наносное. При всей экзальтированности, сделанности, сверхчеловечности Баймант был неутомимым тружеником. Он очень много работал, писал каждый день и очень плодотворно. Всю жизнь занимался самообразованием, прочитывал целые библиотеки, с легкостью изучал языки, интересовался не только литературой и искусством, но и естественными науками, химией, ботаникой, геологией и другими. При этом много путешествовал, объездил буквально весь свет, отдаваясь сладостному ощущению победы, цитата, «над веками и пространствами». Не только обогащаясь все новыми и новыми впечатлениями, но и погружаясь в историю, этнографию, фолклористику каждой новой страны. И хотя девяносто три тома его сочинений не изданы и никогда не будут изданы его, цитата, «Иступленная любовь к поэзии, тонкое чутьё к красоте стиха, необыкновенная музыкальность и способность уловить и запечатлеть тончайшие нюансы любовного чувства и настроения природы позволяют говорить о нём как об одном из самых интересных поэтов Серебряного века. Бальмонт Константин Дмитриевич родился по старому 3-го, по новому 15-го июня 1867 года. Учился к Бальмонт Шуйской гимназии, но в 1884 году был исключён за принадлежность к революционному кружку. В 1886 году Бальмонт поступил в Московский университет на юридический факультет, из которого в 1887 году был отчислен как один из организаторов студенческих беспорядков. В 1889 году Константин Бальмонт женился на Ларисе Михайловне Горелиной, но брак был неудачным. Бытовые неурядицы, семейные проблемы, нервное расстройство толкнули Константина Дмитриевича на самоубийство. Он, прочитав накануне ночью крейцерову сонату Льва Толстого, выбросился из окна, но не разбился насмерть, а только изуродовал себя. Хромота осталась на всю жизнь. Год лечения и лежания в постели способствовал, цитата, «Небывалому расцвету умственного возбуждения и жизнерадостности». Несмотря на богатство и остроту новых впечатлений, Бальмонт испытывал щемящую тоску по родине, цитата, «Боже, до чего? Я соскучился по России. Все-таки нет ничего лучше тех мест, где вырос, думал, страдал, жил. Весь этот год за границей я себя чувствую на подмостках среди декораций, а там вдали моя родная печальная красота, за которую десяти Италии не возьму». В 1905 году Константин Бальмонт отправился в путешествие в США и Мексику. Результатом этой поездки явились не только путевые заметки и очерки, в которых он описал наиболее выдохновенные выдающиеся памятники древнемексиканских культур, но и переводы мифов ацкетов и майя, составившие книгу «Змеиные». Так, простите. Он написал наиболее выдающиеся памятники древнемексиканских культур, и переводы мифов ацтеков и майя, составившие книгу «Змеиные цветы». После возвращения на родину Константин Бальмонт много ездил по стране с лекциями, посещает Грузию, учит грузинский на язык, активно занимается переводческой деятельностью. В свержении самодержавия Константин Бальмонт встретил восторженно. К октябрьской же революции у него было резко негативное отношение. Будучи поборником абсолютной свободы, он не мог принять диктатуры пролетариата, которую считал насилием, уздой на свободном слове. В 1917-18 годах Константин Бальмон по-прежнему много работал, писал стихи, переводил, изучал шведский язык, сотрудничал в советских журналах, выступал с публичными лекциями. Общественной деятельности он не вел и политикой не занимался. В 1918-1920 годах жил в Москве или в подмосковном поселке Новогириёво. В эти годы он «ниществовал, голодал, на себе тоскал дровишки из разобранного забора». Поэт очень болезненно переживал разлуку с Родиной. «Нет дня, когда бы я не тосковал России, нет часа, когда бы я не порывался вернуться». В 1932 году у Бальмонта появились первые признаки душевного заболевания. Болезнь быстро прогрессировала. Поэт подолгу лечился в клинике и в творческом отношении в 1937-1942 годах был практически… и вот эти годы с 37 по 42 были практически бесплодными. В 1942 году Константин Дмитриевич скончался. Перед смертью он исповедовался. Цитата. «Этот, казалось бы, язычески поклонявшийся жизни, успехом её и блеском человек, исповедуясь перед кончиной, произвёл на священника глубочайшее впечатление искренностью… и силой покаяния, считал себя неисправимым грешником, которого нельзя простить». Боротынский Евгений Абрамович в 1812 году поступил в Петербургский Пажеский корпус, из которого в 1816 году был исключён за не совсем безобидные мальчишеские проделки без права поступления на какую-либо службу, кроме солдатской. Тогда же завязываются приятельские отношения с Пушкиным и Кюхельбеккером. Попытки друзей добиться офицерского звания для Боротынского долга наталкивались на отказ императора, причиной которого был независимый характер творчества поэта, оппозиционные высказывания, которые часто можно было слышать от Боротынского. Он не был декабристом, но и его захватили идеи, которые получили воплощение в деятельности тайных обществ. После разгрома восстания декабристов круто изменилась общественная жизнь в России, что наложило отпечаток и на поэзию Боротынского. На первый план теперь выходит философское начало, темы великой скорби, одиночества, прославления смерти как разрешения всех цепей. Смерть помешала началу нового этапа творчества. В Неаполе он заболел и скоропостижно скончался 29 июня 1844 года. Тело Боротынского было перевезено в Петербург и предано земле. Батюшков Константин Николаевич, поэт с трагической судьбой. Он был забыт как литератор еще при жизни, который оказался неудачлив и беден. Закладывая и перезакладывая свое жалкое имение, хронически несчастлив в любви. Добровольцем пошел в армию сражаться с французами. Был адъютантом легендарного генерала Раевского. Тяжело ранен. Но самым ужасным была дурная семейная наследственность. Умопомешательство деда матери сразу после рождения сына, сестры Александры. Сам поэт сошел с ума на 1934 году жизни, прожив после этого еще более 30 лет. В 1830 году поэта навестил Пушкин. Но Батюшков не узнал его. Лучше всего о трагедии поэта написал он сам. «Что говорить о стихах моих? Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился в дребезги. Поди узнай теперь, что в нем было». Бестужев. Декабрист Александр Александрович, поэт, балетристик, критик, вписал свое имя и в историю литературы, и в историю дворянского революционного движения. Неудивительно, что пятеро сыновей Бестужева, Николай, Александр, Михаил, Петр и Павел стали декабристами. Замечательной страницей творческой биографии Бестужева были агитационные песни, созданные им в соавторстве с Рылеевым. Написанные в духе народных сатирических песен, они предназначались для политической пропаганды, резко обличали социальную несправедливость, звали к революционным действиям. Бестужев был членом Северного тайного общества и его Верховной Думы. Занимал радикальные республиканские позиции. 14 декабря Бестужев вывел на Сенатскую площадь Московский полк. Это послужило началом восстания. Заключенный после разгрома восстания в каземат Петропавловской крепости Бестужев написал на имя Николая I записку «об историческом ходе свободомыслия в России», в которой с исключительной смелостью и прямотой обосновывал причины возникновения дворянского революционного движения и излагал его задачи. Он был приговорен к 20 годам каторжных работ, замененных ссылкой в Сибирь. Позднее переведен в действующую Кавказскую армию. Погиб в бою с горцами. Это другой брат его. Толстой. Граф Алексей Константинович. Известный поэт и драматург. Родился 24 августа 1817 года в Петербурге. Мать его, красавица Анна Алексеевна Петровская, воспитанница графа А.К. Разумовского, вышла в 1816 году замуж за пожилого вдовца графа Константина Петровича Толстого, брата известного художника, медальера Федора Толстого. Брак был несчастлив. Между супругами скоро произошел открытый разрыв. В 8 лет Толстой с матерью и Петровским переехал в Петербург при посредстве друга Петровского Жуковского. Мальчик был представлен тоже 8-летнему, тогда наследнику престола, впоследствии императору Александру Второму, и был в числе детей, приходивших к цесаревичу по воскресеньям для игр. Отношения таким образом завязавшиеся продолжались в течение всей жизни Толстого. Супруга Александра Второго императрица Мария Александровна также ценила и личность, и талант Толстого. Участие в военных действиях ему не пришлось принять, но он едва не умер от жестокого тифа, унесшего около Одессы значительную часть полка. Пауза 2 минуты. Пауза 2 минуты. Что, минуты что ли? 2 минуты пауза. Паузу ты делай где не надо, среди предложений. Это же маленькими отрывками, там, от писателя, а тут полстраницы, а? Так вот он отсчитывал, этого нельзя было позволить. Надо было заканчивать с лагу или что-то. Пауза 2 минуты. Но только одно, что он проснулся, он в туалет не ходил. Поделался к, именно, в туалет не ходил, так вот. Пауза 3 минуты. а а а а ты сергей здесь да я здесь ты остановки делает там где биография заканчат уже не длинно это всего тут минут пять быть и закончил где-то посередке бросаешь неправильно абсолютно ничего не записалось я вчера бойко записывал микрофон выключил сейчас забыл включить буду перезаписывать эту часть она небольшая на одной странице вмещается провал очень надо говорить разве об этом надо и так понятно все равно что бегун бежит и пусть обе таком 8 не посоветовавшие отслеживаются потом добили вот так 2 метра погодили Продолжение следует... 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 и многое сделавшему для ее просвещения и культуры. Среди тех, кто с уважением отнесся к его деятельности, были Радищев и Пушкин. Тургенев Иван Сергеевич. Поэтическое чувство было развито у Тургенева в высшей степени. Горестная участь человека на земле, невозможность встретить понимание, желание любить, одиночество, тяжесть рока, неизбежное приближение конца. Вот, в кавычках, больные мотивы его, в кавычках, больной души, страдальческих стихов. Теффи. Отец Надежды Александровны был профессором, преподавал криминалистику. О своем псевдониме она писала, цитата, «И тут вспомнился мне один дурак, действительно отменный и вдобавок такой, которому везло. Значит, самой судьбой за идеального дурака признанный». Звали его Степан, а домашние называли его Стефи. Отбросив из деликатности первую букву, чтобы дурак не зазнался, я решила подписать пьеску свою «Теффи». Тютчев Федор Иванович в 12 лет уже успешно переводил Горацио. Окончив университет в 1821 году со степенью кандидата словесных наук, в начале 1822 года поступил на службу в Государственную коллегию иностранных дел. Через несколько месяцев был назначен чиновником при русской дипломатической миссии в Мюнхене. В 1837 году был назначен первым секретарем русской миссии в Турине, где пережил первую тяжелую утрату. Умерла жена. В 1839 году вступает в новый брак. Служебный проступок Тютчева, самовольный отъезд в Швейцарию для венчания С.Н. С.Э. Дернберг кладет конец его дипломатической службе. Подает в отставку и поселяется в Мюнхене, где проводит еще пять лет, не имея никакого официального положения. Настойчиво ищет путей возвращения на службу. В 1844 году переезжает с семьей в Россию, а через полгода вновь зачисляется на службу в Министерство иностранных дел. Цикл стихов о любви, посвященных Елене Денисьевой. В кавычках «беззаконные» в глазах света отношения немолодого поэта с ровесницей его дочери продолжались в течение 14 лет и были очень драматичны. Тютчев был женат. С 1864 года Тютчев несет одну потерю за другой. Умирает от чахотки Денисьева через год. Двое их детей, его мать. Последние годы жизни тоже омрачены тяжелыми утратами. Умирают его старший сын, брат, дочь Мария. Жизнь поэта угасает. Фед Афанасий Афанасьевич. Происхождение поэта – самое темное место его биографии. Неизвестна не только точная дата его рождения, но и кто был его отцом. В начале 1820 года в Германии, в Дармштадте, лечился 44-летний русский отставной офицер Афанасий Неофитович Шеншин, богатый и просвещенный орловский помещик. В доме местного обер-крикс-комиссара Карла Беккера он познакомился с его дочерью, 22-летней Шарлоттой, бывшей замужем за мелким чиновником Иоганном Феттом. В сентябре того же года она бросила семью и бежала с Шеншином в Россию. Она была уже беременна, но обвенчалась с Шеншином по православному обряду и взяла себе имя Елизаветы Петровны Шеншиной. Родившийся младенец был записан в метриках как сын Шеншина и до 14 лет будущий поэт считался несомненным Афанасием Шеншина. Однако в 1834 году орловские губернанские власти вследствие какого-то доноса стали наварить справки о рождении мальчика и браке его родителей. Шеншин, опасаясь, чтобы Афанасий не попал в незаконнорожденные, поспешил увезти ребенка в лифлянский городок Верра, ныне эстонская Выру, и стал хлопотать перед немецкими родственниками о признании мальчика, цитата, «сыном умершего ассессора Фета». И хотя Иоганн ранее не признавал его своим сыном, согласие было получено. Благополучный исход стал источником дальнейших жизненных несчастьй Фета. Из русского столбового дворянина он превратился в иностранца, утратил право наследовать родовое имение Шеншина. После окончания Московского университета Фет круто меняет свою судьбу и поступает нижним чином в один из провинциальных полков, расквартированные в Херсонской губернии. Цель, которую преследовал начинающий поэт, была одна – дослужиться до потомственного дворянства и вернуть утраченное положение. Вернув вскоре себе русское гражданство, а в 1853 году сумев добиться перевода в гвардейский полк, стоявший недалеко от Петербурга, он так и не смог дослужиться до дворянства, так как новые императорские указы постоянно поднимали планку воинского звания, обеспечивавшего это. В 1858 году Фет ушел в отставку в чине штабс-родмистра, соответствовавшего майорскому цензу, тогда как дворянство давало лишь полковничий чин. «Тургенев находил, что Фет так же плодовит, как клопы, и что, должно быть, по голове его проскакал целый эскадром, отчего и происходит такая бессмыслица в некоторых его стихотворениях». Конец цитаты. Смерть поэта, подобно его рождению, оказалась окутана тайной, которая была раскрыта лишь спустя четверть века. К концу жизни его одолевали старческие недуги. Резко ухудшилось зрение, терзала грудная болезнь, сопровождавшаяся приступами удушья и мучительнейшими болями. За полчаса до смерти Фет настойчиво пожелал выпить шампанского, а когда жена побоялась сдать его, послал ее к врачу за разрешение. «Оставшись только со своей секретаршей, Фет продиктовал ей необычную записку». «Простите, оставшись только со своей секретаршей, Фет продиктовал ей необычную записку». «Не понимаю сознательного приумножения неизбежных страданий, добровольно иду к неизбежному». Под этим он сам подписал, цитата, «21 ноября Фет Шеншин». Затем он схватил стальной стилет, но секретарша бросилась вырвать его и поранила себе руку. Тогда Фет побежал через несколько комнат в столовую буфету, очевидно за другим ножом, и вдруг, часто задышав, упал на стул. Формально самоубийство не состоялось, но по характеру всего происшедшего это было заранее обдуманное самоубийство. Всю жизнь преодолевавший превратности судьбы, поэт и ушел из жизни, когда счел это нужным. Фофанов Константин Михайлович родился в небогатой купеческой семье, систематического образования не получил. Писал стихи с детства. Печатался с 1881 года в самых разных журналах и газетах, более всего в новом времени. Л.С. Суворин издал несколько сборников его стихотворений очень неравноценных. Жизнь Фофанова была оврачена постоянной бедностью и тяжелым недугом. Умер он в глубокой нищете, почти не принятой новой читательской аудиторией. В сознании современников Фофанов обрел мифологизированный облик поэта, служителя красоты, способного в минуты вдохновения подняться над обыденностью и собственным несовершенством. Алкоголизм, психическое заболевание. Пророк Исайя 8.20 Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Иеремия 4.23 Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Захария 14.6 И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. Безумные годы совьются во прах, утонут в забвенье и дыме, и только одно сохранится в веках святое и славное имя. Твое, возлюбивший до смерти твое, страданием и честью венчанной проколет, прорежет его острие, багровые наши туманы. От смрада клевет, не угаснет огонь, и лавр на члене увянет. Георгий, Георгий, где верный твой конь? Георгий святой не обманет. Он близко, вот хруст перепончатых крыл, и брюхо разверстая змия. Дрожи, чтоб святой и тебе не отмстил. Твое блудодейство, Россия. Апрель, 1918 год, Гиппиус. Так, Игнар Тихонович, слышите меня? У вас запись идет сейчас? Да, конечно. Вот, мне этот файлик передадите. Видишь ты, это мне не просто передавать. Это надо закачивать. Закачаете, вы же уже делали это. Один раз, когда у меня не работал компьютер. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга открытым оком. Тема «Коммунизм». Том 26. Вопрос 3872. Приветствовавшие революцию, не разочаровались ли в ней потом, и каково им жилось при той власти, которую они так желали? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В ком была совесть, они потом поняли звериную сущность безбожия и всепотопляющую ложь. А остальные большевики расстреляли, и их мнение нас уже не достигло. Кто-то приспособился и говорил только то, что угодно сатанинской власти. Бродский Иосиф. В 1964 в Ленинграде состоялся ханжеский, невыносимо тупой суд над Бродским, как над Тунеядцем. Надо отдать ему должное. Он вел себя на суде достойно, защищая право на независимость поэта. Его выслали в Архангельскую область на пять лет. Однако, благодаря мужественной журналистке Фриде Вигдоровой, сделавшей стенограмму этого позорного процесса, имя Бродского стало известно в широких кругах советской интеллигенции и за рубежом, где опубликовали его книгу. В защиту Бродского выступили многие советские писатели, в том числе составитель этой антологии, Евтушенко Евгений. В результате этого нажима и неожиданной доброй помощи, навестившего его местного секретаря райкома, о чем мало кто знает, Бродскому было разрешено вернуться в Ленинград уже в 1965 году. Вслед за Буниным и Пастернаком он стал третьим русским поэтом, получившим Нобелевскую премию. В Веденске с 1936 года перебрался в Харьков, но в сентябре 1941 года его и погубило. Его «превентивно» арестовали за попытку дождаться прихода немцев. Вывезли из Харькова дата его смерти 20 декабря 1941 года. В официальных документах сомнительно. По разным свидетельствам Веденский то ли умер в тюремном поезде от дизентерии, то ли был пристрелен комбоем. Абсурдная власть боялась абсурдистов. Власть, конечно, не понимала того, что они писали, но власти мерещилась в обе риутах и издевка над ней, презрение, и в своем зверином трусливом инстинкте она не ошибалась. В Высоцкий Владимир на его похоронах говорили Михаил Ульянов «В нашей актерской артели большая беда. Ушел один из своеобразнейших, неповторимых, ни на кого не похожих мастеров». Эти песни были как крик, эти песни были как стон сердца, как хруст разрываемого сердца. Его песни любили, не любили, его песни шокировали, удивляли, восхищали, но они были выражением каких-то таких народных струн, которые сегодня проявились в полной мере. Володя, в одной из песен ты обещал нам «Я не уйду от вас, и не надейтесь, я буду с вами». Половину ты выполнил, половину нет. Это не в силах бренного человеческого тела победить воровку смерть. Ты ушел, и ушел в такую страну, откуда возврата нет. Спеть за тебя никто не сможет, но слушать тебя будут, как слушали при жизни во всех уголках нашей огромной родины, ибо твои песни что-то такое выражали очень глубинное, очень сердечное. Валерий Золотухин Ты как будто предчувствовал свою кончину, когда написал свои предсмертные стихи, в которых звучали такие слова «Мне есть, что спеть, представ пред Всевышним, мне есть, чем оправдаться перед Ним». И десятки тысяч людей сейчас толпятся на улице. Десятки тысяч людей хотели и не сумели прийти сюда, чтобы поклониться ему. Он был нужен им, такова их любовь и благодарность за то, что он сделал для них. Григорий Чухрай Бывают артисты любимые, он был своим, он был нужен миллионам людей нашей страны, потому что в том, что он делал, было так много души, так много правды, Так много хорошей злости, хорошей злости. Он был злобным, он был злым, он был непримиримым к тунеядцам, трусам, негодяям. Никита Михалков Многие любили, многие его не любили. Но и те, кто его любил, знали, за что его любят. И те, кто его не любил, знали, за что его не любят. Потому он был ясен, потому что он был ясен, конкретен, чрезвычайно талантлив. Станислав Говорухин У него была изумительная память, а слушать он умел, как никто. Это редкий дар. Мне кажется, не умеющий слушать, слушающий самого себя, таких мы часто встречаем в компании, как художник, слово, конченный человек. Ему уже не узнать ничего нового, поскольку ничего не услышать. Нет, форму я не надену ни за что. Для него милиционер сталинских времен ассоциировался с теми людьми, которые творили то страшное беззаконие. Он столько был наслышан об этом и так больно это переживал, что все, что было связано с милицией, не переносил на дух. Булата Куджава Не должно быть ни обожествления, ни хулы. Тем более, что обожествляют в основном либо восторженные невежды, либо сознательные спекулянты. А хулители? Как ни печально, это чаще всего стихотворцы, братья по цеху, не стяжавшие политических, поэтических лавров, или же критики, отчаянно привлекающие к себе литературное внимание. Роберт Рождественский Давно уже замечено, что когда умирает известный человек, то число его посмертных друзей сразу же начинает быстро расти, в несколько раз превышая количество друзей реальных, тех, которые были при жизни. И объяснить это явление, в общем-то, можно. Ведь всегда находятся люди, жаждущие погреться в лучах чьей-нибудь славы, хотя бы и посмертной. Тем более, что обладатель этой славы уже не в силах никому возразить, не в силах что-либо опровергнуть. Он был невероятно популярен. Достать билет на его выступление было намного труднее, чем пробиться летом в сочинскую или ялтинскую гостиницу. Но если для нормальных людей Владимир Высоцкий был своим, был близким, необходимым и любимым актером, то для мещанствующих снобов он прежде всего был, цитата, модным. Горький Максим Однажды в архивах Е. Ф. Тушенко натолкнулся на хроникальное сообщение в Казанской газете о том, что на обрыве у реки Казанки был найден в бессознательном состоянии нижегородский цеховой Алексей Пешков, неудачно пытавшийся покончить жизнь самоубийством. Он пророчил и поддерживал революцию, не подозревая, какая пакость может подняться с этого дна, когда оно будет так безответственно взбаламучено. По общественной популярности Горький был вторым после Льва Толстого. Не было человека в предреволюционной России, который не знал бы песни о буревестнике. Однако революция, накликанная буревестником Горьким, оказалась совсем не такой, какой она ему виделась в молодых красивых пророчествах. Поддерживавший большевиков задолго до революции, Горький резко выступил против красного насилия, пришедшего на смену одрехлевшему распадающемуся самодержавию. Сейчас принято считать Горького виноватым во всем, что случилось с российской культурой при большевизме. Приехав в СССР, Горький затем снова хотел вернуться в Италию. Но Сталин отказал ему в этом небезмрачного юмора, ссылаясь на то, что воздух нашего советского Крыма не хуже. В документальном фильме «Власть Соловецкая» есть эпизод, наталкивающий на размышления. «Лагерники», когда в их «потемкинскую» читальню входит Горький, держат газеты перевернутыми, давая ему понять, что все происходящее липа, показуха. Горький подходит к одному из них и переворачивает газету, показывая, что он не слепой. Скорее всего, Горький в конце концов понял всю глубину происходящей в России трагедии и даже на Соловки ездил только за тем, чтобы впоследствии уехать и рассказать всему миру о сталинской тирании. Но тиран догадался звериным чутьем о намерениях писателя и прикончил его в сужавшемся кольце облавы «То ли ядом чекистской атмосферы, то ли просто ядом». И вот новая статья «Аргументы и факты» 26 марта 2008 года «Горько ли думать о горьком?» Кто же в конце концов добил знаменитого писателя «Гриб или советская власть?» Страница 26-27. Есенин Сергей воспевал революцию, но иногда по собственному признанию, не понимая, цитата, куда несет нас рок событий, опускался в трюк кабака накреняющегося от буй корабля революции. Он повесился, написав кровью последнее стихотворение. По другим версиям был убит. Мандельштам. Осип родился 3 января 15-го по новому стилю в Варшаве в семье мастера-кожевенника, мелкого торговца. Энн Чуковский писал «У него никогда не было не только никакого имущества, но и постоянной оседлости. Он вел бродячий образ жизни. Я понял самую выразительную его черту – безбытность. Это был человек, не создавший вокруг себя никакого опыта и живущий вне всякого уклада». Много времени Мандельштам отдает переводческой работе. В совершенстве, владея французским, немецким и английским языком, он брался, нередко в целях заработка, за переводы прозы современных зарубежных писателей. С особой тщательностью относился к стихотворным переводам, проявляя высокое мастерство. В 1930-е, когда началась открытая травля поэта и печатать становилось все труднее, перевод оставался той отдушиной, где поэт мог сохранить себя. В эти годы он перевел десятки книг. Осенью 1933 года пишет стихотворение «Мы живем под собою, не чуя страны». За которое в мае 1934 года был арестован. Только защита Бухарина смягчила приговор. Выслали в Чердынь на Каме, где пробыл две недели. Заболел, попал в больницу, был отправлен в Воронеж, где работал в газетах и журналах, на радио. После окончания срока ссылки возвращается в Москву. Но здесь ему жить запрещают. Живет в Калинине. Получив путевку в санаторий, уезжает с женой в Самотиху, где он был вновь арестован. Приговор. Пять лет лагерей за контрреволюционную деятельность. Этапом был отправлен на Дальний Восток. В пересыльном лагере на Второй речке, теперь в черте Владивостока, 27 декабря 1938 года, О. Мандельштам умер в больничном бараке в лагере. В. Шкловский сказал о Мандельштаме. Это был человек странный, трудный, трогательный и гениальный. Маршак Самуил родился 22 октября, 3 ноября по новому стилю, в Воронеже в семье заводского техника, талантливого изобретателя, поддерживавшего в детях стремление к знаниям, интерес к миру, к людям. С помощью Стасова он переезжает в Петербург, учится в одной из лучших гимназий, целые дни проводит в публичной библиотеке, где работал Стасов. В 1904 году в доме Стасова Маршак познакомился с Максимом Горьким, который отнесся к нему с большим интересом и пригласил его на свою дачу на Черном море, где Маршак лечился, учился, много читал, встречался с разными людьми. Когда семья Горького вынуждена была покинуть Крым из-за репрессий царского правительства, после революции 1905 года Маршак вернулся в Петербург. Через несколько лет для завершения образования Маршак уехал учиться в Англию, сначала в политехникуме, затем в лондонском университете. Во время каникул много путешествует пешком по Англии, слушает английские народные песни. Уже тогда начал работать над переводами английских баллад, впоследствии прославившими его. Маяковский Владимир. По силе таланта и размаху литературной деятельности Маяковский принадлежит к числу титанических фигур русского искусства. Маяковский – истинный певец октября. Он как бы живое олицетворение нового типа поэта, активного борца за светлое будущее народа. Стих Маяковского опирается не на музыку ритма, а на смысловое ударение, на интонацию. В 1908 году оставил гимназию, отдавшись в подпольной революционной работе. В 15-летнем возрасте вступил в РСДРПП. Выполнял пропагандические задания. Трижды подвергался аресту. В 1909 году сидел в бутырской тюрьме в одиночке. Там и начал писать стихи. Застрелился. Гумилёв Николай Степанович. Добровольцем пошел на Первую мировую войну. Служил в русском экспедиционном корпусе в Париже. Гумилёв, предсказавший свою смерть в стихотворении рабочий, был расстрелян за участие в контрреволюционном заговоре. Говорят, что перед расстрелом он запел «Боже, царя храни», хотя никогда не был монархистом. Гумилёв вел себя со своими палачами как истинный заговорщик. Города презрительно впоследствии оказалось, что ни в каком заговоре он на самом деле не участвовал. Как можно судить по воспоминаниям Адаевцевой, его, видимо, подвела склонность к разговорчивой таинственности, которой он по-мальчишески щеголял. Лишь при Горбачёве состоялся пересмотр дела Гумилёва, и с него было полностью снято обвинение в контрреволюционном заговоре. Жигулин Анатолий никогда не был человеком состоятельным и особенно сильно беседовал в последние годы. Он никогда не был суетным и многословным. Простите, особенно сильно бедствовал в последние годы. Он никогда не был суетным и многословным. Он прошёл лагеря Колымы и урановые рудники, навсегда подкосившие его здоровье. Он всегда был честным и прямым, что, впрочем, подчёркивать излишне. По материнской линии он был потомком поэта-декабриста Владимира Федосеевича Раевского. Видно, декабристский дух вольности и чести через поколения ожил в нём, когда вскоре после войны вместе с несколькими сверстниками он создал в Воронеже подпольную антисталинскую организацию. Они были вчерашние школьники, почти дети. Но это не смягчило свирепости приговора. Долгие годы, всю свою молодость, он обречён был провести во глубине сибирских руд на ледяной, усеянной человеческими костями, колыме на обогатительной фабрике уранового рудника, откуда уходили только в могилу. Он чудом остался жив. Но на всю последующую жизнь, вплоть до недавнего 70-летия, болел чуть ли не всеми болезнями, которые есть. Мало кто от всего этого не озлобился бы на людей и судьбу. В последние несколько лет, из-за болезни и нужды, жизнь его была особенно трудной. Всё это теперь уже непоправимо. Несколько утешает лишь мысль, что весь свой путь он прошёл, ничем себя не запятнав. В наши дни это такая редкость. А также вера в то, что, по словам отца русской поэзии, истинный поэт умирает не весь. Феликс Светов. Муж Зои Крахмальниковой. Я знал Толю Жигулина более 40 лет, и я думаю, что судьба Жигулина, поэта, не просто характерна для судьбы русских поэтов в 20 веке вообще. Но это именно та судьба поэта, без которой поэт не существует в России. Русская тюрьма на самом деле образ нашей жизни. Русская жизнь, доведённая до абсурда, приведённая как бы под увеличительным стеклом. Если она не ломает человека, то она как бы даёт возможность понять что-то о том, где он живёт и что происходит. С Жигулиным это и происходило. Он был подлинным поэтом. Евгений Евтушенко. Анатолий Жигулин был человеком со страниц Варлама Шаламова. Ещё одним поэтом стало меньше. Ещё одним живым светелем войны против собственного народа. Войны, унесшей миллионы жизней. Ему повезло, потому что он всё-таки выжил. Выкарабкался в литературу сквозь штабеля остекленевших трупов. На вечно примороженных друг другу внутри той самой земли, по которой мы так забывчиво ходим. Меня ужасает то, с какой лёгкостью мы избегаем малоприятного дискомфорта памяти об этом самогеноциде, хватаясь за такие ложно-спасительные аргументы, что убийца стольких так называемых врагов народа, среди которых были лучшие хозяева земли русской, раскулаченных рабочих инженеров, военачальников, учёных, писателей, Сталин всё-таки был организатором наших побед. А бесчувственные к десяткам тысяч невинных людей, расстреляемых в подвалах ЧК, Зержинский так трогательно помогал беспризорникам. Если идти по логике такого, в кавычках, оправдательства, то и Холокост можно оправдать тем, что Гитлер любил собак. В лагерях было много людей, попавших туда случайно. Некоторые из них прозревали, увидев подлинное страшное лицо великой утопии, лапящие надзирателя над наивными утопистами. Некоторые ломались, сучивались, становились мелкими стукачами, но 17-летний Толя Жигулин, попавший туда в 1948 году, был одним из немногих, кто попал туда за дело, осмеливший создать подпольную юношескую организацию, ставившую своей целью борьбу против обожествления Сталина, то есть за разоблачение великой утопии, как ловкой политической иллюзионистике. Ужас тогдашнего кровавого цирка был в том, что публично распиливаемые на человеческом лесоповале люди уже не срастались. Жигулин во след Солженицыну, Шаламову, Евгении Гинзбург, Домбровскому стал одним из послов-призраков этого страшного лесоповала истории. Его стихи «Кострожоги», «Бурундук» стали лагерной классикой, а книга «Черные камни» – неоценимое свидетельство на суде истории. Года два-три было почти невозможно издать, не за собственный счет книгу стихов. Но, пожалуй, самое потрясающее впечатление произвело на всех, когда Толя Жигулин сиплым голосом колымского «Кострожога» «Кострожога» запел лагерную песню о том, как вставал впереди Магадан, столица Колымского края. Он пел не только голосом. Казалось, пели его затравленные смеляковские глаза. Его сагбенная спина сахалинского каторжника, описанного еще Чеховым, ноги в невидимых кандалах, перешедших по наследству от Достоевского, были широко расставлены на сцене, как на палубе того самого парохода, который, покачиваясь, приближался к Магаданскому порту, последнему причалу великой утопии. Нет, не «Железного Феликса» надо поставить напротив Лубянки, а Толю Жигулина в бронзе или граните. Если бы я был скульптором, то именно с него я бы слепил лагерника. Клюев Николай дружил с Сергеем Есениным, который считал его своим учителем. Из-за того, что некоторые его произведения, в частности поэма «Погорельщина», противоречили официальной советской идеологии, в 1933 году Клюев был сослан в Нарымский край, в Колпашово, потом по ходатайству Горького переведен в Томск. В 1937 году он был снова арестован и расстрелян. Клюев был реабилитирован в 1957 году. Твардовский Александр Трофимович, видимо, писал о себе так. «Стихи писать я начал до овладения первоначальной грамотой. Хорошо помню, что первое мое стихотворение, обличающее моих сверстников, разорителей птичьих гнезд, я пытался записать еще не зная всех букв алфавита и, конечно, не имея понятия о правилах стихосложения. Там не было ни лада, ни ряда, ничего о стихах, но я отчетливо помню, что было страстно, горячее до сердцебиения желание всего этого, и лада, и ряда, и музыки, желание родить их на свет и немедленно, чувство, сопутствующее и до ныне всякому замыслу». Лет тринадцать я как-то показал мои стихи одному молодому учителю. Ничуть не шутя он сказал, что «Так, теперь писать не годится, все у меня до слова понятно, а нужно, чтобы ни с какого конца нельзя было понять, что и про что в стихах написано. Таковы современные литературные требования». Он показал мне журналы с некоторыми образами тогдашней начала двадцатых годов поэзии. Какое-то время я упорно добивался в своих стихах непонятностей. Это долго не удавалось мне, и я пережил тогда, пожалуй, первое по времени горькое сомнение о своих способностях. Помнится, я, наконец, написал что-то уж настолько непонятное, ни с какого конца, что ни одной строчки вспомнить не могу оттуда, и не знаю даже, о чем там шла речь. Помню лишь факт написания чего-то такого. Я переехал в Москву. В 1938 году вступил в ряды ВКПБ. В 1939 году окончил Московский историко-философский институт МИФЛИ по отделению языка и литературы. Осенью 1939 года я был призван в ряды РККА и участвовал в освободительном походе наших войск в Западную Белоруссию. Про Маяковского он уже насчитал. По окончании похода я был уволен в запас, но вскоре вновь призван. И уже в офицерском звании, но в той же должности, спецкорреспондента военной газеты, участвовал в войне с Финляндией. Иисус Новин 6.9. Народу же Иисус дал повеление и сказал, «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». Судей 10.13. «А вы оставили меня и стали служить другим богам, за то я не буду уже спасать вас». 4.22.17. «За то, что оставили меня и кодят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место сие, и не погаснет». 5.13.17. Куда мне голову склонить? Покинут я Исир. Хотел бы весело хоть раз взглянуть на Божий мир. И я в семье моих родных когда-то счастлив был, но горе спутник мой с тех пор, как я их схранил. Я вижу замки богачей и их сады кругом, моя ж дорога мимо их с заботой и трудом. Но я счастливых не дичусь, моя печаль в тиши, я всем веселым рад сказать, Бог помощь от души. О, щедрый Бог, не вовсе ж я тобою позабыт, источник милости Твоей для всех равно открыт. В селении каждом есть Твой храм с сияющим крестом, с молитвой сладкой и с Твоим доступным алтарем. Мне светит солнце и луна, любуюсь на зарю, и слыша благовест с Тобой, Создатель, говорю. И знаю, будет добрым пир в небесной стороне, Там будут праздновать и я, там место есть и мне. 1816 год. В. А. Жуковский. Благодарю за внимание. Спаси Христосу за подсказки. Перед этим, кто там вступил в партию и прочее? Кто? О ком считал? Последняя биография перед этим стихотворением. Твардовский Александр Трифонович. Это он? Ну, видимо, да. Сколько он... Ну-ка, 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 ну-ка. 13-ти. Твардовский, да. Никогда не думал, что это он в партию-то был. У него же отца сослали и прочее. Так, относительно того, что у меня есть Мне нужна Флешка твоя, я ее перекачаю Тут я не могу качать, у меня день и ночь Закачка Закачать, а потом скинуть и уничтожить Это слишком дорого для меня На диск На флешку Хорошо Ну все Принеси какой-нибудь Когда пойдешь сюда поехать Я прям тоже тебе скачаю Хорошо С Богом С Богом Все, отошел Ой-ой-ой Все, пока он не пи, что я начал С Богом С Богом Субтитры создавал DimaTorzok